МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. И вновь подростковый суицид. Ученица 7-го класса карагандинской средней школы номер 23 совершила самоубийство. Расследованием обстоятельств смерти занимается полиция. Хлорь в борьбе с инфекционными заболеваниями. Коммунальщики предпринимают меры для недопущения распространения гепатита А. Предприятие Караганды-Су заявило о дезинфекции водопроводных сетей. Карагандинские банки незаконно взымали за своих клиентов комиссию за обслуживание кредитов. В ассоциации предпринимателей продолжают принимать жалобы от карагандинцев. Обо всем более подробно. В Караганде школьница повесилась, пока родители были в соседней комнате. 13-летняя Анастасия Изотова училась в седьмом классе, а в свободное время занималась спортом. Ничто в поведении девочки не вызывало подозрений, однако вечером 3 февраля девочка оказалась в петле. По рассказам родных, Анастасия Изотова была очень открытым и дружелюбным ребенком. Училась девочка средняя, зато была мастером спорта по фигурному катанию. В последнее время семиклассница часто проводила время на просторах интернета и общалась с незнакомым молодым человеком. Страшная трагедия произошла 3 февраля. Девочка находилась в родительском доме, когда решила покончить жизнь самоубийством. Родителям школьницы не удалось ее спасти. По словам директора школы, Настя была жизнерадостным ребенком из благополучной семьи. Не было никаких конфликтных ситуаций ни с учителями, ни с одноклассниками. Ребенок был очень, скажем так, открытый, веселый. С коллективом класса гладил очень хорошо. Поэтому таких ситуаций мы ничего не можем сказать. Единственное, что проблем в школе у него не было. Психологи отмечают, в случае депрессивного состояния ребенка родителям следует ограничить своему чаду доступ в интернет. Во всемирной паутине существует огромное количество информации, которая может оказать не самое лучшее влияние на несформированную психику подростка. По словам психотерапевта Батржана Кундагбаева, малейшие изменения в поведении ребенка могут быть тревожными сигналами. По этой причине родителям следует быть предельно внимательными по отношению к своим детям. Здесь вот единственное оружие, я считаю, против вот этих всевозможных манипуляционных механизмов, которые включаются в интернетах в виде всевозможных игр, это, конечно же, внимательное отношение к своим детям. То есть это должны, очень важно смотреть за психологическим изменением своего ребенка. Может быть, это абсолютно какие-то незаметные нюансы. Может быть, нарушился аппетит, может быть, он стал плохо спать, появилась некая тревожность, может быть, он стал более беспокойный. То есть вот все то, что может быть характеризовать его какое-то внутреннее стабильное состояние. Это, конечно, призыв к родителям, это призыв вот именно для того, чтобы они более были внимательны к своим детям. Версия об участии погибшей карагандинки в сетевой игре еще не подтверждена. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование. Тем временем психологи призывают родителей и педагогов обращать пристальное внимание на общение детей в социальных сетях. Ведь, как выяснилось, больше половины сообществ, в которых состояла погибшая школьница, имели депрессивный характер. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Компания «Караганды-Су» сообщает о дезинфекции водопроводных сетей. С 8 по 9 февраля будет проводиться дезинфекция сетей в Караганде и поселке Актаз. Обработка проводится в целях недопущения распространения гепатита А. В этот период холодная вода будет подаваться с повышенной дозой хлора. Благодаря этому веществу специалисты будут работать над очисткой труб. Эксперты заявляют, что внеплановая дезинфекция связана с предотвращением распространения инфекционных заболеваний в регионе. Напомним, что в первый месяц года только в больницы Караганды поступило 70 больных гепатитом А. Более половины из них – школьники. Карагандасу рекомендует иметь двухсуточный запас питьевой воды. Использовать воду для питьевых нужд и приготовления пищи запрещается. На сегодняшний день по району имени Казмитки города Караганды зарисованы 28 случаев заболеваний гепатитом А. Из них – 21 случай среди школьников. Очень большое количество случаев зарегистрировано именно в 58-й школе. По каждому случаю регистрация согласно нормативным правам вахтов в сфере соединения благополучия населения. В Республике Казахстан проводятся все противоперимические и профилактические мероприятия в полном объеме. Это на каждом объекте, на каждом домашнем очагу. Кроме того, на всех объектах – это торговые объекты, здравоохранения, во всех образовательных, детских, дошкольных образовательных учреждениях – проводится активизирована санитарно-процветительная работа по профилактике вирусного гепатита А. Также, согласно поручениям областной прокуратуры Казахстан, начат отбор овощей и фруктов для лабораторных исследований, именно для вирусного исследования на наличие антигена вирусного гепатита А. Согласно постановлению номер 13 от 5 февраля нашего управления о проведении эпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, нами вынесено постановление о проведении дезинфекции водопроводных сетей города Караганды с профилактической стёлью для профилактики не только вирусного гепатита, но и всей инфекционной заболеваемости, а также с предстоящими паводками и периодами весной 2018 года. К другим новостям. На протяжении десятков лет банки второго уровня незаконно взимали со своих клиентов комиссию за обслуживание кредита. Только за декабрь в Ассоциацию предпринимателей Карагандинской области с жалобами обратились более 200 человек. На сегодняшний день 27 людям удалось возвратить деньги через суд. Каждый, кто оформлял кредит в банке, сталкивался с многочисленными комиссиями. По словам президента Ассоциации предпринимателей Республики Казахстан Ермека Абильдина, ранее существовало более 40 видов комиссий. Однако в 2016 году Нацбанк постановил сократить их количество до 11. Члены Ассоциации предпринимателей провели собственное расследование и выявили факты незаконного взыскания комиссии по обслуживанию кредитов. В настоящее время 27 человек обратились в суд и вернули свои деньги. Ермека Абильдин заявляет, такая возможность есть и у тех, кто уже успел закрыть кредит. «Хочу сказать, что если клиенты погасили этот кредит, либо действующий кредит, разницы нет. Самое главное, чтобы с момента закрытия кредита не прошло 3 года, так как у нас есть понятие в гражданском кодексе по сроку сковой давности. Кроме этого, если по погашенным кредитам у клиентов нет документов соответствующих, то есть договор займа, график погашения, то они могут обратиться в банки второго уровня с соответствующим заявлением, чтобы предоставили копию, дубликаты тех документов, которые они подписывали в свое время, для того, чтобы в дальнейшем обратиться с соответствующим заявлением в суд, либо в уполномоченные органы». Комиссия за обслуживание кредита в среднем составляет 10% от общей суммы. Для простых людей этот процент выливается в огромные суммы наряду с высокими процентными ставками. Пумыржа Амирханова за всю свою жизнь неоднократно обращалась в банки за предоставлением кредита. Многодетная мать рассказывает, иногда ей приходилось брать кредиты из 36% ставки. Пенсионерка отмечает, оформить кредит легко, а выплачивать довольно сложно. «Иногда не справляешься с выплатой кредита. Особенно жаль молодых людей, которые берут кредиты в банках, а потом из кожи вон лезут, чтобы их погасить. Порой обращаются к родителям, пенсионерам. Сейчас время такое. Я неустанно говорю своим детям, не приближайтесь к кредитам. Сегодня я пришла сюда, чтобы проверить, был ли факт незаконного взыскания комиссии в моем случае». Случаи незаконного взыскания комиссии были зафиксированы в двух банках. Ситуация с остальными финансовыми организациями все еще проясняется. Следует отметить, что обслуживание кредита является обязанностью банка второго уровня перед Национальным банком. В связи с этим взымание данной комиссии у заемщиков противозаконно. Чтобы вернуть выплаченные деньги, людям стоит обратиться в суд, предоставив копию договора и график погашения кредита. По всему Казахстану из тысячи обратившихся в суд человек более 60% удалось выиграть дела. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Сильный пожар произошел 6 февраля в одном из производственных зданий на улице Жамбыла. По счастливой случайности никто не пострадал. Во второй половине дня произошел пожар в здании предприятия, которое занимается производством оформления. На момент прибытия пожарных происходило горение внутри здания на крышу. Было объявлено о повышении ранга пожара до второго. К месту были направлены дополнительные силы и средства. В тушении пожара задействованы 24 человека и 6 единиц техники. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и наличием большого количества емкостей с легковоспламеняющимися материалами. Это баллончики с красками, с растворителями. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 16 часов 0,2 минуты. Всего общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Произошло горение лакокрасочных материалов, готовой продукции и также частично деревянные обрешетки крыши. Причина пожара сейчас устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории. В кинотеатре Саржайлау сотрудники ДВД презентовали фильм под названием «Горький сахар». Данная картина повествует историю двух полицейских, убитых во время дерзкого нападения на сахарный центр в Караганде. События ноября 1998 года ожили на экране и тронули сердца зрителей. Зал полный людей. Гробовая тишина и сосредоточенный взгляд. Все это свидетельствует о том, что фильм, основанный на реальных событиях, произвел должное впечатление на зрителей. Народ должен знать своих героев. Такого мнения придерживаются сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области. Эта картина была снята с целью показать молодому поколению, что доблесть полицейских всегда высоко ценится и не забывается даже десятилетия спустя. Данный фильм был профинансирован ДВД Карагандинской области. Съемки длились несколько месяцев. Роли в фильме исполнили действующие сотрудники ДВД. Эта картина была создана, чтобы показать молодежи, какие у нас храбрые полицейские, готовые пойти на любой риск ради блага мирных граждан. Напомним, в 1998 году на Сахарный центр было совершено нападение, в ходе которого погибли двое полицейских. У каждого из них остались жены и маленькие дети. Трагические события того времени воскресли вновь во время съемок картины. Примечательно то, что фильм был снят творческим коллективом при службе Департамента внутренних дел области. По завершению показа в зале не стихали громкие овации. Фильм получил положительные отзывы от самых суровых критиков – зрителей. Очень трогательный фильм. Без слез смотреть невозможно. Как это тяжело матерям терять своих детей, которые исполняют свой долг перед Родиной. Спасибо большое всем. После просмотра фильма я поняла, какая жизнь у полицейских. До этого момента я считала, что они только стоят на обочинах дорог и останавливают машины. Я и не знала, что полицейские участвуют в перестрелках. Фильм очень впечатляющий. Все это происходило в реальной жизни. Мне понравился фильм. Я до сих пор под впечатлением. Сотрудники Департамента внутренних дел надеются, что данный фильм будет служить обществу напоминанием о том, что герои и их подвиги не должны быть преданы забвению. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Персонажи сказок и мультфильмов вновь заселили двор детского сада Гаухар. В дошкольном учреждении провели традиционный конкурс ледяных фигур. Множество собак, больших и маленьких, цветных и одноцветных, поселилось в детском саду Гаухар. Это неудивительно, поскольку все они являются символами наступившего 2018 года. На протяжении нескольких лет в детском саду проходит конкурс на лучшую ледяную фигуру. Целей у конкурса несколько – развить художественный вкус и фантазию, привить малышам навыки совместной работы и стремление создавать своими руками. И самое главное – все свои фигуры воспитанники вояли вместе с родителями. В конкурсе приняли участие все группы детского сада, украсив территорию дошкольного учреждения. Оно превратилось в снежное царство. Во дворе появились медведь, большой еж, персонажи мультфильмов, а также настоящая крепостная стена. До весны снежно-ледяные фигуры будут радовать детей, родителей и педагогов детского сада. Педагоги здесь очень замечательные, заботливые, справедливые, к детям относятся прекрасно. И сейчас вот такие зимние постройки, во всем заинтересованы, чтобы детям было интересно. Вот эти вот поделки из снега, как можно назвать данную фигуру? Фигуры. Организация очень, педагоги такие могут организовать родители. И благодаря этим родителям у нас у детей вот интерьер, горка есть хорошая, где дети могут кататься. Педагоги отмечают, что во время оценки работ учитывались и требования к будущим творениям. Способствовать эстетическому развитию ребят, их интересам и безопасности. И, наконец, отразить определенную тематическую направленность конкурса. Победители объявлены, но без подарков не остался никто. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саввобастер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова